Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать в новое видео. Последнее моё видео было о гамбите за чёрных против D4, и многие также спрашивали, что делать против хода E4, есть ли ещё какие-то классные гамбиты, в которые мы почти со стопроцентной вероятностью затащим своего соперника. И такой гамбит сегодня я хочу представить вам. Он на самом деле полукорректный, играли его ещё там 500 лет назад, и гамбит действительно интересный, многие его недооценивают и не знают. Сегодня на обзоре у нас латышский гамбит. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и поехали! Итак, белые играют E4, мы играем E5, белые играют кони в 3. Те ходы, которые случаются почти в каждой партии. И в этот момент мы играем F5. Вот он латышский гамбит, друзья. Наша идея сыграть максимально жёстко, максимально остро. Мы сразу же подрываем белую пешку, и как ни странно, этот гамбит, в принципе, можно применять. Особенно на любительском уровне, там до, не знаю, КМСа примерно. Можете играть его смело, и если ваш соперник не знает, что делать, то уже шансы у вас есть. Сразу скажу, что главная идея гамбита, это именно выбить соперника из теории. То есть, если вы играете с соперником, который специально подготовился к этому гамбиту, конечно, будет сложнее. Но я вам покажу несколько вариантов, которые действительно могут поставить белых в тупик. Мы сначала начнём с главного варианта, когда белые забирают пешку на F5. Далее мы посмотрим вариант, когда белые забирают пешку на Е5 конём, ну и другие ответвления. Ходы там типа конь C3, D3, когда белые задерживают, удерживают пешку, мы тоже с вами посмотрим. Итак, первым делом ЕF, потому что это самый-самый популярный ход, я смотрю, по базе Лечеса. На самом деле, сильнейший, наверное, конь Е5, но мы до туда тоже дойдём. Итак, ЕF первым делом, и, конечно же, мы здесь играем Е4. Наша идея задвинуть пешку вперёд. Вот, там есть ещё всякие разные гамбиты в этой позиции, ну там условно ход слон C5 какой-то есть, такой смешной, забавный, но на самом деле, не знаю, насколько можно его рекомендовать, конечно, потому что рассчитан он на взятие на Е5. Но, к слову, взятие на Е5 действительно не очень хорошее, потому что если белые пешку на Е5 бьют, то здесь у чёрных есть ловушка, это ход слон бьёт F2, король бьёт F2, ферзь H4, и если белые здесь играют король G1, то они получают мат на поле D4, что случалось на Лечесе. Ну, а если белые играют G3, то тоже мы играем ферзь D4, съедаем коня, ну и типа получилась какая-то такая неясная позиция. На самом деле, у белых тут, конечно, получше, там, возможно, и слон выйдет, и ладья придёт на Е1, ну там как-то надо ферзь D5 ходить, король открытый, надо куда-то бежать королём, потом D6, в общем, месиво получается жесточайшее, но я не рекомендую всё-таки ход слон C5 здесь, это слишком. Для начала белые могут не бить пешку на Е5. Давайте здесь всё-таки после Е5 ходить Е4. Будем ориентироваться на этот ход как основной. Итак, висит конь, хода ферзь Е2 мы не боимся, а даже приветствуем, потому что если играют ферзь Е2 и связывают нашу пешку, то мы играем ферзь Е7, и это нам на будущее помогает. Мы ведь выведем коня сюда, далее у нас слон чаще всего будет бить эту пешку на Е5, очень скоро, когда пешка Д уйдёт, и мы будем рокировать в длинную сторону на самом деле. Поэтому то, что наш ферзь вышел на Е7, нам помогает быстрее сделать рокировку. А вот белым нет, потому что белый слон должен выйти, чтобы белые могли сделать короткую рокировку, а они его же перекрыли. Нам же развитие чернопольного слона не настолько принципиально, как белым. Поэтому связка на линии Е нас совсем не волнует. Здесь, конечно же, самый популярный ход конь Д4. Белые прыгают в центр, при этом защищают пешку на Ф5, ну и убирают коня из-под боя. И здесь есть два основных хода у чёрных. Один ход это конь Ф6, другой ход это ферзь Ф6. В принципе, по силе они одинаковые, но я рекомендую, наверное, ход конь Ф6, хотя, точнее, ферзь Ф6, хотя конь Ф6 тоже неплохой ход. В принципе, так люди ходят. Но ферзь Ф6 более ловушечный, что ли, более хитрый. Ну давайте я вам оба покажу. Если чёрные играют в ферзь Ф6, во-первых, здесь есть маленькая надежда, что ваш соперник сходит в ферзь Х5. Этот ход уже плохой за белых, потому что если белые ходят в ферзь Х5, то мы можем пойти здесь с Ж6. Белые думают, что мы не можем пойти с Ж6, потому что побьют пешку, и если мы бьём, то у нас провиснет ладья, но это не так, потому что после взятия, в смысле после хода Ж6, взятие-взятие, наша ладья защищена. И белым приходится убегать ферзём, а у них ведь висит и ферзь, и конь, поэтому здесь белые уходят на Д5, чтобы защитить обе фигуры. Мы ходим конь Е7 здесь, белые забирают пешку на Е4, и мы играем ладья Х4, и мы выигрываем коня на вот таком прикольном сквозном ударе. Так что уже достаточно интересные тактики в этом гамбите, как видите, ну и совершенно бешеная позиция на доске. Но, конечно, в ферзь Х5 будут ходить далеко не все, и белые будут пытаться защитить этого коня, потому что если его просто убирать куда-нибудь, ну мы можем и пешку на Ф5 съесть, можно, в принципе, пойти там Д5 и эту пешку съесть слоном потом, тоже хороший вариант. Поэтому белые обычно стараются укрепить коня, чтобы конь всё ещё защищал пешку на поле Ф5. И в этой позиции мы играем конь С6, предлагаем размен коней, белые обычно меняются, мы тогда забираем, внимание, пешкой Д. Очень важно забрать пешкой Д, чтобы открыть слона. Чаще всего, конечно, в шахматах нужно бить к центру, то есть пешкой Б здесь было бы логично в общих чертах. Но в данной конкретной позиции лучше бить пешкой Д, чтобы быстренько слоном забрать пешку и сделать длинную рокировку. И посмотрите, что получается. Слон С4, слон Ф5, рокировка 3-0. И у чёрных шикарная позиция уже, потому что и ладья начала работать по линии Д, и лёгкие фигуры выходят достаточно быстро. Смотрите, у чёрных два плана. Один план это слон Д6, конь Х6, конь Ж4, и давим на пешку Х2, потом Х5, идём мат ставить. Другой план это ход ферзь Ж6, потом слон Х3, пытаться давить на пешку Ж2. Тоже, в принципе, нормальный план. Обратите внимание, что развитие белых затруднено, потому что пешка Д не может ходить вперёд, и за пешки Е везде. То есть Д3 мы её заберём, ну и Д4 мы её заберём. Кто не знает, взять её на проходе. Есть такое правило в шахматах. Поэтому белым довольно сложно развиваться, ну а иначе мы сейчас приведём свои фигуры, и будем играть на мат. Поэтому позиция чёрных уже лучше. Это вариант, если мы играем Е4 и ферзь Ф6, и потом меняем здесь коней, выводим слона и делаем 3-0. Очень простой вариант. Если же вы хотите сыграть другой вариант, это ход кони Ф6, он тоже прикольный, и здесь есть идейки играть через С5, Д5 захватывать центр. Ну, например, если белые играют Д3, мы играем С5, конь уходит, мы играем ЕД, слон Д3, Д5, и грозим ходом С4. И уже тут вопросы к белым, что делать, потому что вилка грозит, то есть нужно либо слоном отступать, либо С4 играть. Тоже боевые позиции интересные, но ещё раз повторю, наверное, лучше ориентируйтесь на ход ферзь Ф6, он такой более боевой, что ли, там более ясный план. Это, в принципе, всё на ход ЕФ. Теперь же мы с вами рассмотрим самый сильный вариант за белых с точки зрения современной теории и гроссмейстерских партий. Это ход конь бьёт Е5. Конечно, он сильнейший, потому что белые готовят ход ферзь Х5 с выигрышем, ну там, качество, скорее всего, они заберут нашу ладью, плюс белые съели пешку. Но, не тут-то было, друзья, мы тоже в этой позиции ходим ферзь Ф6. Кстати, гамбит, который я показывал в первом варианте с ходом слон С5, ЕФ, слон Ф2, тоже возможен, но проблема в том, что на ход слон С5, скорее всего, сыграют ферзь Х5, ну и тут у чёрных труба. Тут, конечно, есть такие варианты прикольные, причём, там я посмотрел по процентам, чёрные действительно выигрывают много партий. Ну ладно, покажу вам. В общем, это ход Ж6, конь Ж6, и тут не бить пока, а играем конь Ф6. Здесь белые часто бьют пешку на Ф5, но это ход плохой, причём, лучше даже не бить коня, потому что напали у нас на слона, а лучше сначала пойти Д6. Напали на ферзя, ферзь должен уходить, и тогда бьём коня. Ну и у нас, кстати, отличная позиция, лишняя фигура всё-таки. Но, если белые играют ферзь Х4, то здесь у чёрных всё-таки плохо, потому что бить коня всё ещё нельзя из-за висящей ладьи. Надо ходить ладья Ж8 в этой позиции, белые уберут своего коня назад, ну и здесь есть прикольные варианты, там ладья Ж4 какие-то, ферзь Х6 начинаются, вот это вот вся возня, слон Ф8, и тут где-то мы можем почти что поймать ферзя, ну или выиграть фигуру. В общем, дикие варианты тоже, можете тоже посмотреть это всё, то есть вот этот ход слон С5. Ну, опять-таки, слон С5, там и Д4 есть ответ, то есть, конечно, это скорее на ловушечку такую, что если вдруг прокатит вот этот вот вариант, если он вдруг у вас получится. Вот. Если, кстати, играют ферзь Х6, то мы можем побить пешку на Ф2, вдруг он съест слона, и тогда будет конь Ж4 вилка. То есть, как видите, много диких позиций сразу возникает здесь, правда, после хода король Д1, там у белых получше. Но, всё-таки, давайте смотреть главный вариант. Итак, на ход конь бит Е5, мы здесь будем играть снова ферзь Ф6. Примерно, как и в первой позиции, я вам показывал, когда мы коня прогоняли, тоже был ход ферзь Ф6, и здесь мы будем играть ферзь Ф6. Есть ещё ход конём на Ф6, но я рекомендую ферзь Ф6, опять-таки, более атакующий ход. Здесь белые сыграют Д4, скорее всего. Если белые играют, там, не знаю, конь Ф3, или конь Д3, это максимально глупые ходы, потому что мы можем забрать пешку и атаковать коня, и там, и там. Поэтому, если ваш соперник играет конь Д3 или конь Ф3, то тут, как говорится, вам моя помощь не нужна, чтобы его победить. Если не получилось, это уже ваши проблемы. Здесь всё-таки Д4 считается сильнейшим ходом за белых, подкрепляют коня. Мы тогда играем Д6, прогоняем этого коня из центра. Опять-таки, обратите внимание, если где-либо белые играют ферзь Х5, но это праздник на нашей улице, потому что мы ходим Ж6, конь бит Ж6, а Ж, и наша ладья защищена. Поэтому никакая тактика у белых не работает. Мы выигрываем фигуру. Так что всё-таки Д4, Д6, конь С4, мы бьём пешку. Белые играют конь С3, нападают на нашу пешку на Е4, и мы играем ферзь Ж6. Вы можете подумать, что это за ерундовая позиция. Выглядит как мусорная абсолютно позиция, потому что у чёрных вышел один только ферзь, фигура вообще вне игры, ничего не развито, центр какой-то раскрытый, король расхлябанный, что это вообще, как так можно играть в шахматы? В принципе, я согласен в глобальном плане, но не так быстро, друзья. Давайте обратимся к творчеству Джиакина Грека. Живший там примерно 500 лет назад, он играл латышский гамбит. Ну, не то, что прям на постоянной основе, но довольно-таки часто, и от его партии мы видим первые шедевры в латышском гамбите. Вот, например, у него была партия следующего характера. Белые сыграли в этой позиции. Ф3. Напали на пешку в центре, подрывают, но если её бить, то ферзь выходит, и у белых хорошая позиция. Поэтому Греку пошёл конь Ф6, белые здесь сыграли ФЕ, и Греку даже не бил сразу пешку на Е4, а он пошёл слон Е7. И вот примерно вот это и показывает, на самом деле, характер латышского гамбита, потому что чёрные не собираются сразу отыгрывать материал. Они хотят, например, рокироваться, где-то играть вот слоном на эту диагональ, конём на Ж4. То есть мы стараемся быстро развить королевский фланг и идти в атаку на короля белых, пусть даже ценой там где-то пешки. Но в партии было так. Слон Е3 сыграли белые, чтобы где-то слона своего сюда притащить, чтобы он прикрывал от шахов слоном, когда конь уйдёт. Греку пошёл комбит Е4 теперь, и здесь белые сделали ход, который многие из нас бы сделали, наверное, это ход слон Д3, потому что, конечно, хочется связать этого коня слоном с ферзём, потому что просто бить, тогда ферзь побьёт, будет активным в центре. И слон Д3 здесь сыграли белые, оппонент Греку, кстати, был неизвестен, ну и здесь Греку играет, ферзь бьёт Ж2, атакует ладью в углу. Белые особо ничего не поняли, видимо, съели коня на Е4 бесплатно, но получили слон Х4, и после этого белые получили мат. Вот такая прикольная партия была у Греку, и он действительно атаковал вот в этом ключе. Поэтому запомните, тут можно эту пешку жертвовать часто. Слон Е7 играем, и играем вот на атаку, после того, как слон откроется на поле Х4. Очень часто белые в таких позициях, вот, допустим, ещё раз, мы идём, давайте заново, конь Е5, ферзь Ф6, Д4, Д6, конь уходит, ФЕ, конь С3, ферзь Ж6 защитились, и очень часто белые здесь нападают дальше на эту пешку, но пытаются её связать, продавить, в принципе, ход такой логичный. Чёрные здесь могут сыграть конь Ф6, конечно, это самый популярный вариант, и тоже нормальный, то есть можно так ходить, конь Ф6, там, потом слон Е7, но ещё запомните, что не всегда эта пешка висит, и на самом деле можно своего соперника обхитрить, сходить тут просто слон Е7. Потому что если он ту пешку забирает, то он взевает фигуру, ни много ни мало, то есть, допустим, ферзь Е4, ферзь Е4, конь Е4, Д5, ну и мы выиграли фигуру, уже приятно. Если сразу конь Е4, тоже Д5, и мы выиграли одного из коней, например, конь Е5, ферзь Е4, и мы выигрываем фигуру, тоже классно. Вот, поэтому пешку бить здесь сразу нельзя, белые должны додуматься, играть тут как-нибудь, типа там, Ф3, в этих позициях. Ну, либо, если они все-таки додумались играть там, Ф3, давайте другим порядком ходов-то получим. Допустим, конь Ф6, Ф3, слон Е7. Мы жертвуем эту пешку, опять-таки, мы ее жертвуем в центре, специально, пускай они ее забирают, а мы быстренько рокируемся. Вот идея этого варианта. То есть, мы хотим играть именно на атаку на короля, ладья, конь, слон, все в игре. Белые, допустим, играют здесь слон Д2, или слон Е3 часто здесь ходят. На слон Е3 можно конь Ж4 пульнуть, напасть на этого слона и открыть свою ладью. Если слон Д2, то ходите к конь С6, атакуйте пешку на поле Д4 и подключайте новую фигуру к игре. Запомните также, что если где-то белые делают длинную рокировку, то у нас есть ход слон Ж4 со связкой на ферзя и ладью на поле Д1. Ну, а если белые играют, например, Д5, прогоняя нашего коня, то мы можем пойти здесь, слон Ж4 сразу, напасть на ферзя, ферзь уходит, конь Б4, напали на вилку, они защитились, ну и допустим, конь Х5. И посмотрите на белого короля, он просто весь изрезан с разных сторон. Слон не дает рокироваться в длинную сторону, ладья не дает рокироваться в короткую сторону, и здесь грозит куча всяких штучек, типа слон Ж4, вторая ладья сейчас придет к центру, и у черных просто выигранная позиция. Здесь уже там движок пишет в районе минус 4 или минус 5. Поэтому действительно есть активная игра в латышском гамбите, и не зря, если мы смотрим по Личесу, то процент побед черных выше, чем процент побед белых во всем латышском гамбите. Это был ход конь бьет Е5. Третий, запоминайте, учите. Ну что ж, и последнее, на что стоит обратить внимание, это Е4, Е5, конь Ф3, Ф5, и когда белые не принимают ни одну из пешек в жертву, а просто защищают свой центр. То есть играют либо Д3, либо играют конь Ц3. Ну и если белые играют Д3, здесь теории совсем особо нет. Старайтесь просто развить свои фигуры, у вас пешка на Е5 висит, поэтому раз ее не съели, можно в принципе ее защитить. Конь Ц6 здесь пойти, допустим белые ходят конь Ц3, ходим конь Ф6, нигде не боимся, что у нас съедят пешку, потому что мы ее с легкостью потом отыграем. Ну а если белые играют там, ну не знаю, скажем там слон Е2 как-то аккуратненько, то просто выводите своего слона, играйте Д6, рокировка, и будет вам счастье, отличная у черных позиция сразу с дебюта. Еще раз повторю, ваша главная идея озадачить соперника в дебюте. Но если белые играют конь Ц3, он заберет скорее всего вашу пешку на Ф5, и играйте Е4. Нападаем на его коня, конь должен отступать, ну и примерно характер борьбы очень похож на вариант, который я вам показывал в самой первой главе. Мы идем здесь С5, играйте максимально агрессивно в этом гамбите. Конь уходит на Б3, мы идем здесь Д5, мы хотим зажать его этими пешками и отыграть пешку на поле Ф5. Если играют Д3, то мы играем спокойно ЕД, бить слоном нельзя, потому что будет вилка на С4, соответственно играет СД, ну и тут забираем слоном на Ф5, и в принципе у черных игра простая, слон выйдет, конь выйдет, рокировка, и у нас сильнее центр, где-то можно даже пешку Д толкнуть вперед, ну а у белых просто слабая пешка на Д3, и ничего хорошего в этой позиции не предвидится, поэтому спокойно развивайтесь, ну там компьютер пишет в районе равенства, но я бы сказал даже, что черными играть здесь поприятнее, поэтому действительно варианты не принципиальные, когда белые пешку просто защищают, никаких проблем абсолютно перед черными не ставят. Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр, обязательно заходите в наш телеграм-канал, у нас сейчас проходят розыгрыши классных футболок от нашего спонсора Central Park Tower, также в телеграме вы увидите все анонсы о будущих стримах, и все новости жизни канала. Обязательно ставьте лайк на это видео, если еще не поставили, и подпишитесь на наш канал, поскольку на нашем канале выходит много контента, который помогает популяризовать шахматы среди любителей, и не только, и поднять их известность и узнаваемость во всем мире. Всем спасибо за просмотр, друзья, всем удачи, успехов, всем пока!